сегодня у нас тема занятия следующая поскольку уже чуть-чуть осталось до сдачи лабораторной нужно выдать вам материал который вам нужен для того чтобы эту самую лабораторную доделать поэтому сегодня мы будем говорить про тестирование и сначала я чуть-чуть вам напомню какие виды тестирования бывают и какие в принципе у нас есть требования к тестам а потом максим покажет вам как на практике писать эти самые тесты заодно можете задавать ему самые душные вопросы поскольку он у нас очень много знает не скажу что все потому что никто все не знает так и после этого я вернусь и немножечко вам расскажу про локальные уведомления и виджеты так ну ладно наверное больше никого не будет но любом случае записи я делаю и так относительно тестирование тестирование это такая очень важная вещь у вас же уже был курс по тестированию он сейчас идет хорошо ну тогда будем надеяться что вы это уже знаете если не знаете то узнаете в первый раз обычно на этой на этом связи я рассказываю о том что я всегда считала что тестирование это задача инженеров по тестированию там qqa или как их там называют я всегда называют тестеры они на это обижаются потому что ну как говорил мне один тестер тестер это вот устройство которое в розетку встают чтобы проверить что там напряжение есть а он инженер по качеству но все равно тестеры поэтому в общем для меня было большим открытием когда я узнала что тесты которые юнит тесты должны писать сами разработчики и тестировщики к этому никакого отношения не имеют а вообще тесты бывают всякие разные и сегодня мы с вами будем говорить про юнит тесты и юай тесты и как раз для лабораторной вам нужно сделать именно их более высокоуровневые тесты это различные там интеграционные которые проверяют как взаимодействуют разные системы или разные модули и вот тут уже когда как если речь идет о тестировании разных элементов одной системы то сами разработчики их пишут если речь идет о взаимодействии нескольких систем то тут уже вот те самые тестировщики обычно этим делом занимаются но насколько я знаю максим может меня поправить по моему в теньков есть прямо разработчики которые занимаются только тестами макс есть у вас такое ну это не разработчики это как раз те самые инженеры по качеству которые дополнительно еще автотесты пишут мне всегда было интересно зачем человеку который раз он пишет тесты но который юнит тесты значит он по сути знает всю разработку мобильную зачем ему за зарплату тестировщика этим заниматься или там у них не так но у них не совсем так они юнит тесты как правило не пишут они пишут в основном юай там в основном короче юайки вот те кто пишут тесты у них зарплата больше чем у простых тестировщиков ну ладно это это все объясняет ну хорошо вот и если говорить про юнит тесты то когда мы их создаем лучше следовать вот такому паттерну он по-разному называется кто-то его называет 3а ну это английский перевод по всякому но смысл в том что ваш тест должен состоять из трех частей во первых мы сначала собираем все данные которые нам нужны чтобы запустить тест потом мы запускаем метод который мы будем тестировать или проводим какие-то действия результат которых нам нужно проверить а потом осуществляем с помощью какой-нибудь из команд типа assert проверку что мы получили тот результат который нам нужен и пожалуйста не пишите проверку нескольких концепций в рамках одного теста тесты должны быть атомарные то есть одна проверка один тест когда люди пытаются в одном тесте смешать целую кучу проверок их потом очень тяжело сопровождать и трудно понять почему конкретный тест упал если там проверяется много всего поэтому лучше все это делить тогда будет красивенько обратите внимание на очень странное наименование метода который проверяет что-нибудь здесь тоже есть определенное правило то есть наими в именовании порядок может быть разный в зависимости от компании правила могут быть разные но смысл примерно одинаковый заключается в том что в названии тестового метода должно содержаться какой метод мы тестируем то есть тут у нас ну начинается со слова тест потом make coffee мы тестируем make coffee затем что мы тестируем какие параметры мы добавляем и что мы должны получить поэтому тут появляется статус капучино американо return true мы проверяем что с такими параметрами наш тест должен возвращать true такое длинное именование придумали для того чтобы когда у вас у вас в системе там больше тысячи тестов и при запуске вы видите огромный список этих методов вы сразу по названию могли понять на чем оно валится в чем ваша проблема и так далее ну то есть так гораздо проще кто-то исполни пишет прямо вот так вот в верблюжьей нотации кто-то ставит нижние прочерки в зависимости от языка на котлине я вообще видела случаи когда просто в единичных кавычках писали прямо с пробелами это название поскольку синтаксис котлина позволяет так извращаться вот но максим вам скажет как это делают например у него на работе что еще я хотела сказать так а вот тут как раз у меня было про название этих самых тестов тестируемый метод сценарий и ожидаемое поведение это не мое там какое-нибудь требование это так в отрасли принято потому что это удобно и обычно когда мы придумываем что нам тестировать или там какой какую часть системы покрывать тестами нужно помнить о том что тесты должны удовлетворять вот таким вот требованиям скажем так то есть тест должен запускаться быстро иначе его никто не будет запускать тесты должны быть независимые то есть каждый тест самостоятельно настраивает то что ему нужно и потом очищает после себя там какие-то там память или что он там занял ну в общем каждый тест должен запускаться независимо если у вас тесты зависят их результаты от порядка запуска или чего-нибудь еще это полнейшая ерунда вы такие тесты не сможете запускать параллельно будут проблемы из-за этого в общем не нужно так делать повторяемость означает что независимо от того где вы запускаете тесты он всегда должен возвращать одинаковый результат то есть не зависеть от окружения скажем так очевидность означает что тест должен возвращать работает или не работает а тест который возвращает вам например портянку логов и там еще надо что-нибудь сравнить или вручную прочитать это очень плохой тест нужно его все-таки дописать и сделать так чтобы он возвращал true или false грубо говоря но своевременность это больше из тест driving development а насчет того что сначала мы пишем тесты а потом разрабатываем но поэтому в нашем случае это правило не работает все эти требования к лабораторной работе тоже будут применяться поэтому не забудьте что каждый тест должен состоять из трех частей название должно быть правильное это все будем проверять в критериях оценки это тоже все будет ну то что я хотела сказать про тесты это наверное все я теперь уступаю экран максиму а потом вернусь к вам с уведомлениями ну тогда присылаю время шарить вам экран надеюсь что надеюсь что видно 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 огонь так начнем с нелюбимого а видно дискорд дискорд а я врубил все а вот так все еще дескорд как же макоси любит несколько рабочих столов а теперь а теперь студия огонь в общем начнем с нелюбимого начнем с ui тестов и начнем с xml давайте так для того чтобы мы могли вообще писать ui тесты для начала нам нужно настроить раннер в модуле нашим и подрубить ну как минимум вот эти три штуки можно больше но минимум это вот эти три это раннер тестов тестовые правила и эспрессо тестовый фреймворк для ui тестов на андроиде знаете еще какие нибудь тестовые фреймворки будем считать что по умолчанию не знаете в общем есть еще всякие каспрессы и так далее но сегодня я их вам рассказывать и показывать не буду вам для лабы и обычного эспрессо за глаза хватит в общем ui тесты мы пишем специальные директории android-test здесь собственно вся логика даже самая как и в обычном мейне пакетики файлики собственно сейчас накидаю быстренько вам тестик если что это intime так что вы эти экранчики должны знать вот мы создаем просто файлики как вам же видно вот да 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 так у нас xml у нас есть такая штука как activity и фрагменты поэтому нам нужно первоначально сделать запуск activity какой нибудь с каким нибудь фрагментом для примера сейчас я буду писать тест на экранчик где вам надо было выбирать в intime если помните преподаватель вы или студент с карточками возможно вы этого не видели потому что вы проходили авторизацию но те кто не проходил должны были этот экранчик видеть вот если вкратце то тут короче это делается примерно таким способом то есть мы создаем обычный интент в UI тестах контекст мы можем получить вот из такой штуки типа application провайдера и создаем просто интент на нашу activity и дальше через activity сценарий типа activity мы запускаем нашу activity с нужным интентом есть такая же штука для фрагментов еще и так далее ну да для фрагментов тоже есть вот собственно сам тест сам тест должен быть помечен аптацией тест в случае с андроидом андроидом это у нас junit java и тут есть два подводных камня в том что у нас junit есть четвертый junit есть пятый и они между собой несовместимы вот и UI тесты у нас работают на четвертом junit и это собственно очень важно если вы напишите их на пятом junit у вас ничего не запустится андроид не умеет запускать пятый junit для UI тестов собственно очень простой тестик который появляет что у нас просто открылся экранчик за неймингом моим тут особо сейчас не следите это UI тестик это пример вы должны будете называть как вам в презентации показали да кстати про нейминг в кавычках в UI тестах этот нейминг не работает имейте ввиду то есть здесь только так нужно называть написать что-то типа вот такого здесь нельзя оно не поддерживается так ну сам тест для начала нам нужно запустить наш activity дальше мы уже можем что угодно с ней формально делать тут уже в ход вступает эспрессо и у эспрессо куча методов но основные это view и тут мы собственно должны указать по каким критериям мы будем искать view мы можем ее искать по айтишнику мы можем ее искать по тексту в ней и по-моему еще по куче параметров всех я не помню и не знаю но основные это как правило айди и и этот текст здесь можно посмотреть больше видите их тут навал даже по хинту он найдет всего тут хватит вам для теста айдишник мы сюда передаем обычный как вы указывали в xml после этого можем написать проверки для этого мы пишем чек чек тут мы пишем матчис то есть к примеру вот 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 этот тут например мы можем такое что проверяем что оно просто показывается нам этого пока хватит ну вот ну и собственно мы можем запустить тестик правда скорее всего ничего мы сейчас на эмуляторе не успеем увидеть потому что пройдет он очень быстро ну собственно да вот все он зелененький он прошел сейчас чтобы он что-нибудь смогли вообще увидеть делаем так вот так никогда не делайте это только вам для демонстрации чтобы вообще что-то увидели что там запускается какой-то экранчик собственно вот и мы как раз проверяли что видна синяя карточка на экране то есть вопросы какие-нибудь появились на текущем этапе а если у карточки будет visibility gun то из дисплей то не сработает угу угу если посмотреть то тут вот дисплей матчер и он на что он смотрит точнее понять ну да тут вот visibility используется матчер да он даже если он будет invisible он скорее всего не сработает то есть тут прям на visible смотрится обязательно окей пойдем дальше теперь собственно как проверять вьюху что у нас показано смотрели теперь глянем про действия то есть мы можем не только проверять наличие вьюхи но и например что-то с ней делать то есть к примеру возьмем ту же самую вьюшку и мы можем на нее кликнуть для этого есть метод perform и реальное действие клик к примеру проверим что у нас там отобразился следующий фрагментик переход сработал теперь он он как он он так он Ну что, просто хотя бы отображать классические демонстрации. Ну вот он упал за то что он не нашел бьюху, интересно если бьюхать, а там видимо данные просто не успели загрузиться, она тут спрятана была. Допустим, этих самых экшенов тоже навалом, есть клики, есть свайпы, есть скроллы, есть дабл клики, лонг клики, скроллы для того же ресайклера и так далее. В чем еще особенность, если вы используете кастомную вьюшку, то скорее всего вот эти штуки для нее работать не будут, потому что кроме клика клик будет работать. А вот например проверкать какого-нибудь текста возможно не будет, если вы явно не наследовались от TextView. Потому что все эти матчеры они завязаны на TextView, но вы всегда можете написать свой матчер. Вам никто не мешает написать его слой или сделать какой-нибудь... Ту-ту-ту-ту-ту-ту. По-моему, они... Вот так. Вот так. Вот так. В общем, все проверки у вас будут происходить в этом методе матч. Метод describeTool нужен для того, чтобы вводить ошибку. Вот здесь вы можете в description добавлять текст, типа ошибки свои какой-нибудь. В случае, если он не прошел. И использовать его потом точно так же. Вот. В целом, если не вдаваться в конкретные матчеры и так далее, то UI тест для XML пишется вот таким вот образом. Можно, конечно, тестировать фрагменты по отдельности. Использовать фрагмент ScenarioLaunch. Но, как правило, их так не тестируют. Потому что фрагменты, как правило, очень сильно завязаны с самой Activity. По этой части есть вопросы? А тесты на Compose будем рассматривать? Да. Можно на Compose один пример? На Compose все выглядит сильно иначе. Раз тут уже нет вопросов. Теперь на Compose. Тесты для Compose, самое важное, это Compose Rule. Собственно, который позволяет все это тестить. Создается он таким вот образом. На это есть документация и все. Опять же, тут тоже правило, что это все GUnit 4. Далее мы пишем также тестик. Здесь в чем преимущество Compose? Мы можем тестировать разные маленькие вьюшечки вообще по отдельности. Просто показывая их в Compose Rule. К примеру. Здесь. Так как он показывался. Собственно, чтобы вы понимали, что конкретно я тестирую. Это шляпка на экране расписания. Собственно, вот. Здесь ее уже можно спокойно настроить, как вам надо. Для тестов. И все. Собственно, первую парочку. Только что-то быстренько написать их тут. Собственно, вот. Как это все проверять. Дальше мы можем это все проверять. В Compose мы ищем вьюхе. Мне уже подсказывает ассистент типа. С методом onNode. Их тут, как правило, три основных. Это просто ноды. И мы можем там по разным параметрам смотреть вьюхе. Искать ноду по тестовому тегу. Либо просто по тексту. Вот. Что такое тестовые теги в Compose? Кто-нибудь видел? Будем считать, что мы видели. В Compose на каждую нашу вьюху. Мы можем навешивать тестовый тег. Через modifier. К примеру, таким вот образом. Это, как правило, строчка. Вот. Их можно хранить в константах. Чтобы удобно и не опечататься. И так далее. Но сейчас не об этом. Вот. Мы ищем, к примеру, по тегу нашу вьюху. И дальше тут у нас появляется куча всего. Всякие ассерты, клики. И вот, например, дисплей. То, что оно у нас просто отображается. Так же забахаем тут крип. И посмотрим. Вот, собственно. Вот она и отобразила. Вот. В Compose это обстоит примерно так. То есть, опять же, я не буду вам рассказывать, что делает конкретно каждый метод. Потому что на это не хватит вообще никакого времени. Но. Сами потыкайтесь. Найдете, что вам нужно. Скорее всего, вы будете использовать проверку. Уображение. Что там еще есть. Включен, выключен. У меня и будет фух. Кручу. 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 Можно сразу текст проверять. Вот. Вопросики. Что обычно тестят в UI? То есть, тестят то, что отображаются элементы. Или тестят текст или что-то еще. Или все подряд тестят. Как это работает? Тестят то, что отображаются элементы. Какой на них текст. Какого они цвета. Иконки. Анимации. Иногда тестят. Но анимации, то есть, сложнее. Анимации чаще все-таки просто руками смотрят, чем тестят. А как, допустим, я хочу проверить, что все элементы на экране, которые должны отображаться, отображаются. И также я хочу цвета, допустим, их засертить. Вот это все в разных тестах? Как это группируется? А тут, скажем так, все зависит от подходов. К примеру, мы в Тиньке. Как правило, такой тест пишем один. То есть, у нас этот тест идет. Он называется а-ля Happy Pass. И мы просто смотрим, что у нас весь экран отображается так, как мы от него ожидаем. Но так, как он должен отображаться по своему состоянию. То есть, мы в одном тесте сразу проверяем видимость всех view, настройку всех цветов и всех текстов. Угу, спасибо. Но если у тебя экран имеет, к примеру, несколько состояний, и в зависимости от состояния все это может выглядеть по-разному, то тестов тоже будет несколько. Не будет в одном тесте проверяться там 3-4 состояния экрана. Один тест, одно состояние. То есть, вот если у вас, допустим, состояние загрузки есть отдельно, то вы его отдельно тестите, да? На экране? Ну, да. Угу, окей. Да. Такое отдельно будет. Ну, к примеру, в случае вот заголовка, у него есть как минимум два состояния. Это когда здесь дни и когда здесь неделя. Вот это было бы два разных теста. Плюс тут еще вот есть с комбинированным и комбинированным расписанием. Вот еще два разных состояния. В общем, уже как минимум 4 UI теста тут набралось. Плюс отдельные тесты на переходы там и так далее. Если вы тестите, это UIM. Вот. Теперь юниты. Юниты это прям песня. Тесты. Их описать легко и работают быстро. Юниты я вам покажу на примере у нас бара. Опять же в онтайме вы все его видели. Такая штучка. Вот. Собственно, юнит тест чем отличается от UI теста? Юнит тесту ненужное окружение андроид. То есть если у вас тест использует что-то из андроида, типа контексты, ресурсы, там, активити фрагмент, в общем, любой класс, который идет из андроида, вы не сможете юнит тест написать нормально. Ну, либо использовать, типа, какой-нибудь макита, делая моки, но это очень сильно замедрит ваш тест. Ну, раз так в 20. На одном тесте вы разницы не почувствуете, но когда тестов будет много, вы это все ощутите. Вот. Так, собственно, про юнит тесты. К примеру. К примеру. Вот. У нас есть маппер состояния для диплашечки. Собственно, что он делает? Он просто задается, делает UI стейт навигейшн бара. То есть настраивает то, какие у него будут видны табы. На основе там какого-то другого состояния. Но если делать для него тесты, давайте я не буду их писать. Я покажу вам уже написанные. Хорошие. Вот. Собственно, здесь мы уже можем использовать G-Unit 5. Здесь мы уже можем писать имена вот так в кавычках. Собственно, я так и делаю, как вы видите. Но я использую нотацию GivenVenZen По-моему, Fowler ее когда-то описал или... В общем, не знаю, кто ее придумал, но описание я видел точно у Fowler. И это не столько про название, сколько вообще про принцип построения тестов, про который вам рассказывали. То есть три блока. Блок как бы входных данных, блок действия и блок проверки результата. Но тут это еще отражается в названии. То есть мы в названии прям указываем, что у нас... Какие у нас, грубо говоря, предусловия для теста. В секции When мы указываем, что при этом происходит. То есть в нашем случае просто вызывается метод Map. И в Zen ожидаемый результат. В самом тесте структура точно такая же. То есть три действия. Входные данные. Но тут плюс еще можно писать то, что мы ожидаем на выходе получить. Собственно блок с действием. Просто вызываем метод Map. И Assert. Как видите, Assert тут два. Но они проверяют ровно одно и то же. Поэтому их может быть два. Не обязательно он должен быть один. Их может быть и больше двух. Главное, чтобы они проверяли одну вещь. А не несколько, скажем так, идей. Что тут нет проверки переходов и еще чего-то. Здесь проверяются чисто табы. Вот. И так собственно по всем тестам. Одно условие. Действие. Результат. Вот. Плюс. Да, собственно как вы можете заметить. Опять же. Каждый тест сам себе готовит данные. Сам себе создает каждый раз новый маппер. Потому что в интернете вы скорее всего если гуглили не про тесты. Вы могли бы увидеть что-нибудь такое. Что есть какой-то маппер. Который так прям в тесте создается. Вот. И он потом просто используется вот так вот в каждом тесте. В случае вот этого маппера это было бы не страшно. Но как правило классы у нас хранят какое-то состояние. В таком случае это бы вам. У вас получилась бы зависимость между тестами. И порядок выполнения тестов мог бы просто ломать каждый тест. Потому что этот маппер запоминал бы внутри состояние предыдущего теста. И не факт что следующий тест с этим состоянием у вас вообще прошел куда-либо. Поэтому важно каждому тесту готовить свое окружение с нуля. Даже если оно вот такое маленькое простое. Или, или, или. Иду я вам что-нибудь большое показать. Иду наверное. А нет тут маленькое. А может и не найду. А ну вот. Или даже если оно вот такое большое. Что еще не сказал. А. Не сказал про то что. Про данные в тест. Каждому тесту готовим данные. Но данные готовим эти. То есть максимально в тупую. То как вас всю жизнь учили не писать код. Вот в тестах так его и нужно писать. То есть. Можно прям вот так примитивыми. Если они вам типа в коде не нужны. Либо просто константами. Если вы их используете несколько раз. Или там проверять хотите на них и так далее. И очень важно даты. Если вы где-то в коде используете такую конструкцию как. LocalDate например. Now. Для получения текущей даты. То ваши тесты. Будут. Работать очень непредсказуемо. В зависимости от того дня и времени. Когда вы их запустите. Потому что подменить дату в тесте вы не сможете. Таким образом. Нормально. То есть вообще есть входные пути. Но. Нормально и просто это сделать вы не сможете. И ваш тест начинает зависеть уже от просто условий запуска. И он начнет. Скорее всего. Что называется. Флакать. То есть. Выполняться то успешно то не успешно. Так. Ну наверное. Все. С того что я вам могу про практику тестов рассказать. Не садясь и не написав вам тут просто сто пятьсот тестов. Чтобы что-то показать иное. Ребята есть какие-нибудь вопросы? Время душных вопросов. Да да да. Давайте подушним. Как мог их зависимости. Ну если ты их передаешь через конструктор. То просто через конструктор и передавай в тесте. Ну то есть. Пу-пу-пу. Вот. Просто через конструктор передаем и все. Если речь про то что как тебе делать реализацию под тесты. То варианта два. Ты либо делаешь. МОК. Используя там. Макита. МОК. Библиотеку. Еще там куча разных. Но. Это такой себе вариант. Либо ты пишешь так называемые стабовые реализации. То есть. Реализации которые используются чисто в тестах. То есть. К примеру. Тут у меня используется роутинг провайдер. Некоторый. Тут. Используется его стабовая реализация. То есть. Вот. Вот. Она просто ничего не делает. И она нужна просто для тестов. А вот эти стабовые классы они где хранятся? Это в папке с тестами или нет? Их можно писать прямо тут в папке с тестами. Если у тебя там. Они используются. К примеру. Только в одном модуле. Если нет. Если. Если есть многомодульность. Если нету. То можно прямо все тут писать. Либо если есть многомодульность. Можно писать их. И нужно. Либо в отдельном модуле. Тестовом. Либо в такой штуке. Которая называется. Тест фиктуры. Вот. Тест фиктуры. Вот такая штука есть. То есть. Это как раз место для того чтобы написать стабовые реализации. Что. Она врубается. Вот такой. Таким вот образом. Для. Android. Библиотек. В. Котлин вайбрари модулях. Там чуть иначе. Там надо плагин подключать. Ну и потом собственно. Чтобы их заиспользовать. Надо не просто этот модуль подключить. А. Пу. Вот. Надо его вот таким вот образом подключать. То есть мы в тесты подключаем тест-фиктуры этого модуля. Понял, спасибо. Кажется нет, но хорошо. У нас такой шанс был. Да-да-да, именно. Но я думаю, если что, в чате еще ребята напишут. Максим, большое спасибо. Очень выручил, как всегда. Ладно, тогда отдавай мне экран. Пойду вещать про локальное уведомление. Так, сейчас. Подождите минуточку, я верну все как было. Так, и расшарю все, что нужно. Я открою чатик, где вы обычно вопросы пишете. Так, все. Это видно, это видно, это пишется. Ну ладно, по заданию лабораторной вам еще нужно создавать уведомление, если я правильно помню, с напоминаниями о том, что нужно пройти тест для изучения какого-нибудь слова. Правильно же? Я ничего не путаю. Было такое? Да, ладно. Все, замечательно. А то у меня три потока, и я уже могу немножечко это глючить, как нейронная сетка просто вообще. Итак, относительно локальных уведомлений. И тут что можно сказать? Тут можно сказать следующее. В андроиде уведомления в целом, хоть локальные, хоть удаленные, выглядят одинаково. У них различается только источник. Ну, то есть, то действие, в результате которого должно показываться уведомление, будет разным, в зависимости от того, это удаленное пуш-уведомление или локальное, созданное самим приложением. Состоят уведомления из вот такого набора элементов. То есть, они у нас очень богатые на андроиде. Тут можно и картиночку добавить, и текст, и время, и все на свете. И, кроме того, вот эти уведомления могут еще и быть расширяемыми. Ну, и вообще, на самом деле, возможностей внутри целая куча. Для того, чтобы ваше приложение могло генерировать уведомления, обрабатывать их и так далее, на старых версиях андроида разрешений никаких особо не требовалось. Но, как я вам уже говорила, политика становится все жестче и жестче, поэтому с 13-го андроида требуется вот такой вот, такой permission. Ну, и помните о том, что пользователь может в любом случае всегда запретить уведомления от вашего приложения. Я сама так часто делаю, поскольку у некоторых приложений уведомления, ну уж очень навязчивые. Помимо этого, в андроиде есть такая вещь, как нотификационные каналы. То есть, для того, чтобы пользователям было еще удобнее, можно разделять уведомления на эти самые каналы, и пользователь может настраивать каждый канал в отдельности. Создание в этом случае канала выглядит вот таким вот образом, и начиная с восьмой версии андроида, операционка требует, чтобы при создании уведомления вы указывали, к какому каналу это уведомление будет принадлежать. При этом у каналов есть такой параметр, как важность, ну или importance, и варианты есть вот такие, то есть высокая важность по умолчанию, низкая, минимальная и так далее. В зависимости от этого операционная система будет выставлять приоритеты в отображении тех или иных уведомлений, и таким образом вы можете хоть как-то немножечко влиять на то, как быстро ваше уведомление появится. Но всегда нужно помнить о том, что, к примеру, удаленные пуш-уведомления – это вещь, которая не гарантируется. То есть, если сервер отправил уведомление, нет никаких гарантий, что ваше приложение, что ваше устройство их вообще получит. Поэтому какие-то жизненно важные данные пересылать таким образом пользователю не рекомендуется. Оно может просто не дойти. Из-за этого у нас на Интайме были некоторые конфликты с начальством, скажем так, когда хотели некоторую важную информацию рассылать с помощью пушей. Ну, каналы нам нужно всегда создавать и устанавливать. При этом нужно помнить о том, что настраивать канал мы программно не можем. Это делает только сам пользователь в настройках. Мы можем помочь ему открыть эти самые настройки. То есть, для этого есть специальный интент. Ну и всё. И помимо этого, каналы ещё можно группировать. Какой импотент ставить в лабораторной работе? Это ставьте по умолчанию. Будет нормально. На самом деле, всё-таки это приложение для изучения иностранных языков, а не что-то жизненно важное или там напоминание принять таблетки. Поэтому по умолчанию будет достаточно. Создавать уведомления очень просто. С помощью специального билдера. Таким вот образом мы просто всё настраиваем, и оно создаётся. Помните о том, что даже если информация об уведомлении приходит с сервера, вот саму вот эту нотификацию, которая отображается на экране, вам всё равно нужно создавать самостоятельно, программно, в своём приложении. То есть, на уровне операционки это никак особо... Ну, не всегда. Окей, ладно, тогда молчу. Ну, просто для меня этот факт был немножечко удивителен. Я думала, что нотификации... Ну, когда там вот изучала 10 лет назад всё это добро, думала, что нотификации обрабатываются операционной системой. Ну, и их внешний вид, отображение и прочее. Но нет, на самом деле. То, как они выглядят, нужно настраивать в приложении. Ну, вот в таком вот виде у нас... Обратите внимание, как я уже сказала, нужен идентификатор канала. То есть, поэтому нам нужно его создавать. Это у нас работает, начиная с восьмой версии андроида. Если вы используете более старую, так скажем, версию, то этот параметр просто будет не учитываться, будет игнорироваться. Если вам нужно... Если вам нужно... Странно, почему у меня следующий слайд? Так. А, вот, да, всё правильно. Мы уведомление создали, и теперь нам нужно его показать. Перед тем, как его показывать, разумеется, нам нужно проверить наличие необходимых пермишенов, как обычно, и только после этого с помощью команды Notify мы можем уведомление показать. При этом нужно помнить, что текст уведомления, который вот устанавливается с помощью метода ContentText, по умолчанию обрезается до одной строки. Если вам хочется, чтобы уведомление было побольше, как на этом слайде, то нужно установить стиль, где указать, что у вас большой текст. Иначе оно будет обрезаться. На самом деле вариантов кастомизации в Android для уведомлений очень много. Там кучу всякого разного контента можно показывать, всякие элементы, кнопочки и всё прочее. Но по умолчанию нам что может понадобиться? Во-первых, обработка нажатия на уведомления. То есть мы хотим, к примеру, чтобы при нажатии на уведомления что-то определённое открывалось. Не просто открывалось наше приложение, а может быть какую-то информацию нужно туда передать и так далее. Сделать это можно, например, вот таким вот образом. То есть здесь мы создаём интент, в котором указываем, какой конкретно, какой activity нам нужно открыть. И при этом, как вы видите, здесь ставятся параметры flag activity new task. То есть мы открываем, мы создаём новый task для того, чтобы продолжить работать с нашим приложением. Напоминаю, что такое task в контексте андроида. То есть это вот вся последовательность activity, которая может быть использована. В том числе это могут быть activity из разных приложений. И когда мы путешествуем между ними по кнопочке «назад», они все там будут учитываться. И с помощью вот этого флага мы указываем, что мы создаём новый task. Ну то есть если мы, находясь вот в этом открытом activity, нажмём кнопку «назад», то у нас просто activity закроется и всё. Будем считать, что до него ничего не было. То есть начинаем с чистого листа, грубо говоря. Вот. И просто мы передаём этот интент как параметр при создании нашего уведомления. И как только пользователь на него нажмёт, ну, этот интент будет запущен. Кучу всякого можно добавить внутрь наших нотификаций. То есть это и кнопочки, это и текстовое поле, это прогресс бар, всякие элементы для управления звуком, например, кнопочки для того, чтобы позвонить и так далее. То есть в этом плане уведомления в андроиде, они, конечно, очень крутые. На самом деле, вот, уведомления и виджеты — это та вещь, в которой андроид ушёл там на много, наверное, лет на 10 вперёд iOS. И это круто. Это вызывает уважение. Если хочется создать вот такие вот действия на уведомлении, делается это, например, вот таким вот образом. То есть опять же мы создаём какой-то интент и добавляем его с помощью команды add action. В данном случае здесь интент, который, ну, здесь команда отложить, так скажем, уведомление, поэтому здесь создаётся broadcast receiver, в котором что-то там будет ещё происходить. Просто такой пример из документации. В любом случае этот интент передаётся с помощью команды add action, куда мы передаём, что должно отобразиться вместо кнопочки, какой текст должен быть, ну и тот интент, который нужно будет запустить, когда на эту кнопочку нажмут. Ну и туда можно много всего передавать. Это что касается локальных уведомлений. Если мы работаем с серверными уведомлениями, то тут в любой непонятной ситуации надо просто использовать Firebase. То есть там уже всё есть, там уже всё написано, там уже всё обрабатывается. Как вот написал Максим, Firebase может даже сам без вашего участия определённые типы нотификаций показывать. С ним работать гораздо проще. Ну, в общем, там очень много, очень большая работа проведена из коробки. Соответственно, со стороны сервера то же самое. Отправлять через Firebase уведомления гораздо проще. Да и сейчас уже никто иначе и не делает. Вот, так что даже на iOS отправляют через Firebase. Ну, да, пуши без интернета действительно не приходят. Хотя меня удивляет иногда, как, ну вот, в андроиде не знаю, в iOS, когда интернета никакого нет, ну или там он очень медленный, но пуши он умудряется отлавливать. Вот. А, ну вот, да, отлично. Тут про андроид я ничего не скажу, просто потому, что у меня от андроида только планшет, которым я пользуюсь не так уж и часто. Так, ну, то есть, если нам нужно делать пуш-уведомления, то мы используем Firebase. А если вам нужны локальные пуши, то здесь возникает вопрос. Понятно, как пуш создать, но нам же нужно, чтобы он создался не прямо сейчас, а через некоторое время, например, то есть вечером, чтобы напомнить, что нужно изучать английские слова или там когда-нибудь еще. Для этого в андроиде сейчас используются три механизма, которые у меня здесь перечислены на слайде. Для лабораторной, скорее всего, вам будет достаточно аларм-менеджера, поскольку там никаких особо там сверхъестественных требований нету. Но особо не рекомендуется его использовать, поскольку, ну, как написано в документации, он не срабатывает в режиме энергосбережения и никак не учитывает, в принципе, вашу заботу о батарее устройства. Поэтому рекомендуется его использовать в каких-то очень простых сценариях, типа там будильник поставили, он сработал и все. Если я правильно помню, там не было требования про минуту в минуту, там, по-моему, вообще не сказано, в какое время надо его показывать, но я проверю. Вот. Помимо аларм-менеджера есть еще джоб... А, во, восемь вечера. Отлично, спасибо, ребята. От того, что у вас, ну, будет задержка какая-то, не будет за это никакого уменьшения баллов, поскольку мы еще на чемпионатах намучились со всеми этими нотификациями и всем таким, поэтому понимаем, что... что, да, что... От вас ничего не зависит в этой ситуации. Вот. Так что есть еще такой вариант, как джоб-скедулер, но... Шедулер. Но вообще рекомендуется использовать ворк-менеджер. Рекомендуется не мной, рекомендуется Google. Это более свежий такой компонент из компо... Ой, компоуза, из джетпака, из набора библиотек. И на самом деле внутри он использует первые два варианта в зависимости от того, на какой операционке мы его запускаем. Он более гибкий, на нем можно настраивать целую кучу условий запуска задач, то есть там при достижении определенного времени, при достижении заряда батареи определенного и так далее. Ну, то есть, например, какие-то задачи тяжеловесные не будут запускаться, если у пользователя заряд батареи меньше 10%, к примеру. Вот таким образом вы позаботитесь о своем пользователе, и вот это все можно в ворк-менеджере настроить. Ссылочку на документацию, где все это популярно расписано, я добавила, поэтому изучайте, используйте. Ну, я думаю, что для лабораторной работы по умолчанию давайте использовать Alarm Manager, но если вы заморочитесь и будете использовать ворк-менеджер, думаю, мы вам выдадим бонусы. Ну и вообще можете один из этих вариантов взять как тему для мастер-класса и заработать тоже дополнительные баллы. Итак, это все, что я хотела сказать насчет нотификаций. Думаю, тут у вас проблем особых возникнуть не должно. И последнее на сегодня, что я вам хотела рассказать, кратенько, это виджеты. Виджеты в Android, это, я считаю, киллер фича по сравнению с iOS, поскольку в iOS не так давно, в принципе, виджеты появились, но на них тыкать было нельзя. Сейчас тыкать можно, ну, в смысле, нажимать, но тоже там такое количество ограничений, что это просто вообще безобразие. В этом плане в Android гораздо больше вариантов того, что можно делать в виджетах и того, что там может происходить, и гораздо лояльнее сама операционка относится к виджетам. Поэтому, когда мы делали виджеты, например, в Inventime, у нас на iOS проблемы были лютые и с обновлением информации. Ну, то есть, например, iOS не дает обновлять по умолчанию каждую минуту виджет с расписанием. Поэтому мы там танцевали с бубном. Ну, на самом деле, в Android, ясно, Максим. Ну, значит, половину проблем ты, как обычно, от меня скрыл. Насчет, как часто пользуемся виджетами, ну, лично я ими пользуюсь. Но надо помнить о том, что у меня iPhone, мне просто нравится. Нравятся некоторые виджеты. Ну, то есть, вот так вот беру смартфон в руки, что тут у меня? У меня от календаря виджет, от погоды виджет, от мегафона виджет установлен. И раньше от InTime был виджет, но я его убрала. Это стыдно, но я сама им не пользуюсь. Надо, наверное, все-таки начать. Вот. Так что виджеты — это круто. Но давайте разбираться, как ими, как их все-таки создавать. Хоть по сравнению с iOS виджеты в Android крутые, но ограничения тоже есть. Например, доступны из жестов только нажатие и вертикальный свайп. Ну, и это очень легко объяснить тем, что виджеты расположены на главном экране, поэтому на котором у Android и так повешено очень много жестов в плане, там, для настройки этого экрана, для листания и так далее. Для того, чтобы не было вот этих конфликтов между жестами, решили вот таким образом. То есть в виджетах можно только нажимать и свайпать по вертикали. По горизонтали нельзя. При этом доступен ограниченный набор элементов UI, и здесь все зависит от того, для какой версии операционной системы вы пишете. Ну, то есть чем новее версия, тем больше у вас доступных вариантов. В этом плане iOS могут вообще люто завидовать, потому что там вообще, в принципе, другой набор элементов пользовательского интерфейса, который очень маленький, и, ну, например, там, динамических таблиц там нет. И при этом нужно помнить, что размер виджета может меняться, и это нужно обрабатывать. В принципе, можно, конечно, запретить это делать, но как запретить? Например, у нас в Интайме мы хотели делать виджеты трех размеров, и в зависимости от этого у них должен различаться внешний вид. Когда мы ими занимались, мы успели сделать только самый маленький виджет, и запретить изменение размера мы никак не смогли. Все, что мы смогли придумать, это просто виджет растягивается, ну, точнее, та зона для виджета растягивается, а сам виджет остается маленького размера. Но мы обязательно сделаем средний и большой, поскольку все-таки эта штука довольно удобная. Ну, и если мы делаем приложение на композе, то нужно для создания виджетов подключать специальную библиотеку, которая называется Glance. Ну, и как это все выглядит? Чтобы создать виджет, вам, во-первых, нужно прописать вот этот весь кусочек кода в манифесте, затем вам нужно будет создать два класса. Тут я лучше покажу прямо в Android Studio. Я попробовала просто все это в чистом проекте накидать для того, чтобы точно проверить, что работает, и я вам нагло не вру. Ну, вот, пожалуйста, во-первых, в настройках, в настройках, в файлах G2 я добавила библиотеки, которые нужны для работы с виджетами. То есть, во-первых, вот она сама Glance, а во-вторых, нужна еще библиотека. Тут есть два варианта для второго материального дизайна и для третьего. Ну, то есть, какие элементы вы хотите в виджет включить, какой вариант материального дизайна вам нужен. Потом, кроме этого, в Android Манифесте внутри тега Application нужно прописать вот такую вот вещь, то есть указать ресивер, добавить интент-фильтр. Ну, это вся информация для того, чтобы операционка поняла, что ваше приложение умеет создавать виджеты и так далее. И здесь нужно указать XML-ный файлик, в котором будет описание этого самого вашего виджета. Ну, и, в принципе, из особо важного тут все. Сначала посмотрим, что за ресивер. Вот я создала этот класс MyReceiver, и здесь просто указывается поле со значением GlanceUpWidget. И GlanceUpWidget – это родитель элемента пользовательского интерфейса, где вы как раз должны прописать на композе то, что будет рисоваться внутри. То есть вот это вот отличие от того, как это все выглядело на XML. Если бы использовали XML, то вместо вот этого компонента был бы XML-ный файлик с описанием layout вашего виджета. Поскольку у нас композ, то выглядит это все примерно вот так. То есть получается, я создала два класса. Во-первых, это ресивер. Во-вторых, это сам виджет. Внутри вот здесь пока у меня только текст, как видите. Прописала в манифесте, добавила библиотеку. В принципе, все. Давайте покажу, как это выглядит на устройстве. Где мое устройство? Так, ну вообще, на самом деле, вот он, виджет с надписью Hello World. Но запущу еще раз. То есть вот у меня мое приложение. Ой, не то. Вот у меня мой главный экран. Я хочу его настроить. Иду в виджеты. Смотрю, здесь должно быть мое приложение. Вот он, MyWidgetApp. Вот он, мой виджет. Этот шаблон, грубо говоря, тоже можно настроить. У меня сейчас он вот так отображается, просто потому, что я этот шаблон никак не настраивала. И я этот виджет могу перетащить. Вот. То есть сейчас у меня их будет две штуки сразу. Тут черное на черном. Но вот можете поверить на примере вот этого, что вот он Hello World отобразился. Ну то есть ничего, в принципе, особо сложного. Два класса прописать в манифесте и все. Так что думаю, что проблем у вас возникнуть тоже не должно. Но у нас с виджетами возникало много проблем на чемпионатах, когда их проверять надо было. Поскольку то он не срабатывает, то он не обновляет данные, то еще что-нибудь. Там такие танцы с бубнами были, особенно на iOS, что стараемся в задание лишний раз виджеты или что-то такое не добавлять. Но в любом случае, я думаю, вам будет полезно знать, как с ними работать. Сможете потом хотя бы про это рассказать. Так. Ну все. У меня на сегодня все, что я вам хотела рассказать, закончилось. Какие-нибудь вопросы, замечания, предложения? Что-нибудь есть? А по лабораторной можно? Конечно. У нас есть лабораторный экран дикшнэри, где мы сапишки получаем какое-то слово. У нас там также есть заглушка, ну, placeholder, где мы показываем, что слов в дикшнэри нет. А экрана, типа, какие слова в дикшнэри есть, у нас нет. То есть нам мы это вообще не отображаем? Да. Или как пользователь понимает, что у него что-то есть? Да, не парься насчет этого. Будем считать, что мы это никак не показываем. Будем считать, что пользователь запоминает, какие слова у него в словарь попали. А на бонус можно сделать просто список там вообще? Ну, хочешь, сделай. Окей. И насчет виджета. Вот у нас, к примеру, пользователь, когда вообще не запускал приложение, у него же тут ничего нет. Просто нолики нам ставить или тоже можно что-то свое придумать? Если придумаешь свое, будет круто. По умолчанию давайте ставить нолики. Матвей спрашивает, что с обновлением данных. Ну, давайте так. Чем чаще вы сможете его обновлять, тем лучше. Тем выше будет число баллов, скажем так. Проведем эксперимент, кто больше. Правильно понимаю, что чем чаще ты обновляешь, тем у тебя, наверное, батарея больше и жрется. Да, еще и операционка не даст часто обновлять. Ну, то есть, сколько операционка даст максимум, столько мы будем обновлять, правильно? Ну, тут скорее, какой способ заставить операционку выдать вам время, вы сможете найти. А, понятно. У меня еще вопрос есть по поводу экрана с вопросом в тесте. Вот, я писал в чат, я как бы не до конца понял. Вот, у нас есть UI выбранного элемента. И, ну, сейчас я, получается, реализовал тест. И когда я нажимаю, у меня просто сразу же переход. И, как я и писал, элемента просто не видно. То есть, не видно, что я его выбрал. С этим надо что-то делать или нет? Нет, ничего не надо делать. Ну, у тебя точно, у тебя настолько быстро осуществляется переход, что при нажатии не видно, что кнопка становится оранжевой? Да. Ну, окей, ладно. Хотя, конечно, странновато. Обычно, когда нажимаешь, успеваешь же увидеть ripple эффект. Но тут вот вместо ripple просто перекраска. Ну, у меня там экран... Ну, я не знаю, у меня стоит, видимо, со словом успевает обновиться моментально. И перерисовывается экранчик. Ну, хорошо, ладно. Я просто не знаю, может, дилей какой-то добавить. Но это, наверное, не очень хорошая идея. Нет, запомните, пожалуйста, любые попытки изобразить, что приложение работает дольше, чем нужно, вгоняют меня в бешенство. Вот. Хорошо. А если анимацию написать? Как? Вас-то вгонят в бешенство? Ну, вот, условно, я нажал на кнопочку, и там сначала анимация перед навигацией пройдет. А это не тот же дилей? Ну, я не знаю. Анимации приветствуются. Будем считать, что это анимация, которая дает возможность пользователю передохнуть между двумя вопросами. Подышать. Успокоиться. То есть просто дилей, который там изображает, что у вас приложение подвисло, или оно тяжко что-то откуда-то качает. Вот это безобразие, я считаю. А анимации? Ладно. У меня еще вопрос по поводу WebView. Я правильно понимаю, что мы просто блокируем именно редирект на другой какой-то сайт, а на том же домене мы условно можем. Да, все правильно. Все, спасибо. Еще вопросы есть? Ну, ладно. Смотрите, вы все дружно проголосовали. Да, не забудьте, что в пятницу показ прогресса. Как всегда, я не знаю, буду ли я, поскольку не знаю, слышно или нет, но я болею немножечко. Не хочу вас заражать. Но в любом случае, ребята примут, даже если я не приду. Я смотрю, что большая часть все-таки проголосовала за то, что на следующей неделе у нас собеседование, а лаба будет немножечко позже. Но в этом плане вы, конечно, себе немножечко ухудшаете жизнь в третьем модуле. То есть на третью лабораторную у вас будет меньше времени. Но мы что-нибудь придумаем на этот счет. Тогда получается, что на следующей неделе у нас собеседование опять так же. Максим, ты же к нам присоединишься? Слово, окольными включали. Ну, оказывается, есть не настолько окольные варианты. Оказывается, есть специально обученные люди со специально обученными правами, которые могут проводить. Так что приведем. Вот, тогда я скину вам в общий чат темы, чтобы не было такого, что вы там что-то забыли или я что-то не поняла, чтобы вы могли подготовиться. Система будет точно такая же. То есть опять опрос по всей теории, которая была. Но то, что касается второго модуля. И вот в третьем модуле у вас будет не такое собеседование. Там будет собеседование с рефакторингом кода. Вот, так что тогда получается еще через неделю мы сдаем лабораторную. Все? Все согласны? Да. Ну, замечательно. Я надеюсь, что у вас на остальных предметах проблем не вызовет. Ну, все тогда. Всем спасибо. Все свободны. Всем до свидания. Не болейте, как я. Не будьте мной.